Коллеги, я надеюсь, меня хорошо слышно, видно, и можно начинать нашу сегодняшнюю встречу. Тема сегодняшнего вебинара у нас, если не Google Class, то что? На одном из прошлых вебинаров я рассказывала о том, как можно создавать Google Class, как можно загружать туда учебные материалы, создавать внутри электронные уроки и работать с учащимися. Было немного, но достаточно сообщений о том, что часто у Google Class его использование не приветствуется в учебных заведениях, либо стоят фильтры, либо просто он находится под запретом, либо по каким-то другим причинам использовать его не удается. Поэтому возможно ли найти какие-то другие альтернативы, какие-то новые сервисы, которые помогут создавать тоже электронные уроки примерно с таким же функционалом, но не с помощью аккаунта Google, а с помощью каких-то других инструментов. Действительно, их очень много сейчас, они появляются в связи с развитием дистанционного обучения в огромном количестве. Есть и англоязычные, и русскоязычные, платные, бесплатные, условно-бесплатные. В общем, более десятка, двадцати точно их существует, разных, разнообразных совершенно платформ. Я выбрала вот именно около десятка таких альтернативных вариантов онлайн-сервисов. Сегодня я хочу рассказать о них. В режиме буду рассказывать такого тест-драйва. То есть для меня это тоже какие-то платформы более-менее знакомые, какие-то стали новыми, какие-то стали открытиями. Я протестировала их все, посмотрела, как они работают, какие у них есть функции основные, возможности. Вот о результатах своих исследований сегодня и буду рассказывать. Сначала хотела создать такой рейтинг, но потом поняла, что слишком много различий между ними, что-то общее в чем-то различаются, поэтому по рейтингу их выстроить сложно будет. Поэтому я просто их выстроила по алфавиту, по названию их вот в таком порядке буду сегодня представлять вам. Если мы будем говорить о том, что же нам нужно от онлайн-сервиса, когда мы создаем электронный урок, то желательно, чтобы все, что сейчас на экране, желательно, чтобы все это было. Во-первых, нужно, чтобы сервис был бесплатным или хотя бы, чтобы у него был хороший бесплатный тариф. Немаловажно то, что в этом сервисе должно быть просто работать и самое главное просто регистрироваться. Потому что это сейчас довольно такая серьезная проблема, если регистрация какая-то очень длинная, трехэтапная, и там много входящей информации нужно занести. И все это тут же отпугивает от работы и учителя, и тем более учащихся. Хорошо бы, чтобы в эти электронные уроки можно было загружать разные учебные материалы в разных форматах, не только тексты и картинки, но можно было и видео, и аудио добавить, и какие-то ссылки на веб-ресурсы. А еще желательно, чтобы все это внутрь встраивалось и работало. Далее хорошо бы, чтобы этот сервис позволял устраивать коммуникацию, общение с участниками, а еще лучше можно было бы совместную работу какую-то организовать вместе. Это бы тоже было хорошо. Ну и самое, ну не самое главное, но тоже важная вещь, это оценивание, контроль за выполнением заданий, каким-то образом настроение, вот эта функция должна тоже бы присутствовать, было бы неплохо, чтобы учитель контролировал процесс обучения и выдавал какую-то обратную связь, мог оценивать работы, выставлять оценки, каким-то образом начислять баллы, подвозить итоги и тому подобное. Можно еще много чего сюда, конечно, в этот список добавить, но в общих чертах хотелось бы вот такого. Разные сервисы по-разному справляются с этой задачей, кто-то концентрирует свое внимание на учебных материалах, кто-то на коммуникации, а кто-то особое внимание уделяет оценке и контролю. Поэтому тут надо выбирать, что нам важнее. Ну, поехали. Первый сервис называется PlantSpace. Сразу скажу, что у меня есть и ссылки, есть какие-то сервисы, которые не дают ссылки в открытый доступ, и там нужно будет регистрироваться. Я просто в чат буду отправлять код к электронному классу, вы можете просто их сохранить на будущее, а если сервис вас заинтересует, можете в нем зарегистрироваться, и по этому коду подключиться к классу. У меня такой тестовый класс, можно там внутри походить, посмотреть. Ну, вот пока ссылка. PlantSpace. Что это такое? Здесь упор делается на визуальную организацию учебных материалов. Сервис англоязычный, но я с помощью Google-переводчика его перевела на русский, и получилось вот так вполне симпатично. Стартовая страничка смотрится. Что он позволяет делать? Он позволяет представлять информацию в виде электронного урока и делиться этой информацией с коллегами, с учениками, организовывать на основе этих материалов обучение. Сервис бесплатный, он позволяет сохранить информацию в разных форматах. Прежде всего, конечно, тексты, таблицы, презентации, изображения, видео и ссылки на веб-ресурсы. В общем, все основные форматы здесь представлены. Если вы сейчас по ссылке пройдете, то увидите, что вся учебная информация представлена в виде вот такой вот сетки, в которой в каждой ячейке этой сетки представлено какой-то блок информации. Такая сетчатая. Сетчатый урок. Преподаватель здесь создает свой класс, получает код, рассылает его ученикам и дает доступ к этому классу. Ученики должны во всех сервисах, о которых я буду говорить так или иначе, учащиеся должны будут регистрироваться. Регистрация здесь удобная по любому адресу электронной почты. Не обязательно это может быть Google, может быть все, что угодно, любое другое. Учащиеся заходят в класс, присоединяются, учитель может отслеживать их активность, получать комментарии от них. Ну а еще можно открыть доступ к этому уроку, что я и сделала по ссылке сейчас, и встроить его на страницу своего сайта и блога. Если у вас есть свой сайт-блог, то можно внутрь этот урок встроить. Как это все работает? Изначально мы получаем вот примерно такую щетку. Можно ячейки добавлять, тут 6 ячеек, можно добавить и больше, может быть бесконечным этот урок. Каждая ячейка для хранения информации. В самих ячейках предусмотрены 2 кнопки для добавления текста и для добавления теста. Текст добавляется просто через обычный текстовый редактор. Тест вот таким образом выглядит. Он очень простой, даже без перевода на русский все очень хорошо понятно. Вопрос, варианты ответов, один из них правильный, отмечаем его точечкой. Ну и далее добавляем необходимое количество вопросов. Здесь как раз упор сделан больше на красоту, на привлекательность учебных материалов. Не столько на разнообразие тестов, сколько на представленные материалы. Но по ссылке вы можете добавлять любые другие тесты. Например, Google Drive можно добавить, Google Form я имею в виду. Можно добавить Learning Apps, любую другую игру по ссылке вы тоже можете добавить сюда, в эти ячейки. Для этого есть панель, она находится с правой стороны, вот так она выглядит. Если присмотреться, тут есть кнопочки для добавления видео с YouTube, чуть выше, вот под корзинкой. Есть две кнопки для добавления разных материалов с Google Drive и с Google Диска. Есть, наверное, самая главная кнопочка «Добавить по ссылке». Любой практический контент можно сюда внутрь встроить по ссылке. Для этого нажимаю вот этот значок с цепочкой, в окошечко вставляем саму ссылку, окошечко наверху, и он у нас в ячейке тут же отображается. Таким образом. Отображаться он будет вот в виде такого значка, на нем будет написано «Веб-сайт», и внизу такой желтый значочек, что это ссылка на какой-то информационный ресурс, либо на игру на какую-то. В общем, контент добавлен по ссылке. И в самом низу есть еще кнопочка «Загрузить файл». Тоже хорошая кнопка, она позволяет загружать контент с компьютера. Можно добавить тексты, можно добавить таблицы, презентацию можно добавить. Поэтому здесь, собственно говоря, практически все форматы очень хорошо поддерживаются. К сожалению, есть несколько кнопочек, которые пока не очень хорошо работают. Например, кнопка при присоединении Dropbox и при загрузке файлов с Google иногда возникают проблемы. Но вот эти две посылки добавления и загрузка файлов напрямую с компьютера, они работают очень хорошо. Поэтому вот даже этих двух вполне хватает для того, чтобы все материалы загрузить. Единственное, что материалы, которые вы грузите с компьютера, они должны быть очень тяжелыми, ограничены до 100 мегабайт. Ну, собственно говоря, презентации вполне себе можно загружать. Так что вполне симпатичный сервис, очень несложный, переводится на русский язык. Вверху есть кнопка «Ш» – можно делиться полученными материалами, о чем я уже говорила. И есть еще кнопка, которая скрывается как раз под этой надписью «Ш». Внутри там есть еще одно раздел, называется он «Collaborate» – совместная работа. Совместная работа предполагает, что в урок вот эти ячейки будете наполнять вместе с авторами. Вы можете пригласить своих коллег этим заниматься, например, какой-то совместный проект с ними организовать. А можно учеников добавить в качестве соавторов, и тогда у вас будет исследовательская работа. По тематике по какой-то. И вы можете такой какой-то проект исследования совместно с учениками представить. Ученики, после того, как они заходят по ссылке, либо по коду, который вы им даете, они могут все материалы просматривать, отвечать на вопросы, если вы какие-то тесты, викторины прикрепили, отвечать они будут на них. Оставлять можно комментарии к материалам. А вы в своем личном кабинете сможете получать статистику просмотров, их активность просматривать, на какие вопросы ответить, на какие нет. В общем, всю информацию можно в личном кабинете у себя посмотреть. Вот, в принципе, неплохой сервис можно использовать. Протестировала, работает. Таким образом, вот, итоговое выглядит. Если у вас ссылка не открылась, или у вас не получилось пройти, ну, вот, мой такой рабочий материал выглядел так. Это я загрузила все материалы, какие у меня нашлись под рукой на компьютере, по одной тематике. Ну, получилось вот так примерно. Идем дальше. Второй сервис, Балб. Это сервис условно бесплатный. У него есть ряд ограничений. Ну, жалко мне было о нем не сказать, потому что он довольно симпатичный. Сейчас ссылочку отправлю, можно посмотреть. Точно так же, как и предыдущий, Блэнд Спейс, Балб может создавать классы, создавать там учебные материалы. Классы можно закрыть, и тогда доступ будут иметь только ученики. А можно сделать в открытом доступе материалы учебные. И вот так вот ссылкой делиться, как я сейчас сделаю. Это я тоже создала такой учебный материал, учебный курс. Там внутри три темы. Курс, посвященный поэтам Серебряного века. Больше я постаралась с Николаем Гумилевым, поэтому можно сконцентрироваться на этой страничке материалов. Там я попробовала все функции этого сервиса. Он тоже ориентирован больше на создание коллекции учебных материалов. Он позволяет тоже загружать разные форматы, тексты, изображения, презентации, встраивать любые объекты по ссылке и по коду. Что еще? Чтобы просматривать материалы, можно не регистрироваться. Вот сейчас регистрация не нужна по ссылке. Но если создаем учебный класс, то да, учащиеся получают ссылку, код заходит и регистрируется. Как это все выглядит изнутри? Опять-таки, сервис англоязычный я перевела на русский и стала вот так выглядеть. Внутри это выглядит так. Больше этот конструктор похож на сервисы для создания лонгридов. Если вы когда-то работали с лонгридами, то, наверное, представляете такое бескрайнее белое поле, внутрь которого вы вставляете контент. Все начинается с того, что вы создаете класс, коллекцию. Внутри этой коллекции создаете темы. Вот тема такая. Добавляем обложку, название материала. Ну а дальше получаем вот такое поле, где можно вставлять различные форматы материалов. Видео, картинки, файлы загружать, аудио добавлять и гиперссылки. Все очень просто. Нажимаем на любую кнопочку, текстовый материал вносим просто в окно, начинаем печатать и все появляется. Можно копировать, вставить, это тоже работает. Ну а все встроенные объекты просто по нажатию кнопки. Здесь можно загружать из компьютера, например, видео, картинки, аудио, а можно и по ссылке. Файлы грузятся с компьютера. Ну вот пример, вот такая страничка про Анну Ахматову. Я загрузила обложку, добавила текст, ну и дальше, если полистать вниз, там встроенные объекты, там есть и картинки, есть и презентации. И я попробовала даже игру из Learning Apps вставить, она у меня тоже хорошо прикрепилась. Чем хорош этот сервис? Он такой напоминает больше страницу учебника, я бы сказала. То есть у нас в итоге получается, по сути, такая статья, long read, где вы можете там что-то выделять жирным, какие-то заголовки делать, но по сути вот вы делаете как статью из учебника, только свою собственную. Внутрь этой статьи добавляем картинки, разные встраиваемые объекты, наглядную информацию, киперссылки внутрь можно встроить, и получается такой мультимедиа материал, одним большим материалом, максимально напоминающий страницу из учебника. Готовую работу можно ссылкой делиться, можно тоже встроить на страницу сайта и блога у себя, если это необходимо. Что могут делать ученики? Ученики по коду заходят в класс, регистрируются, они могут просматривать ваши материалы, если вы встроили внутрь различные викторины игры, они могут со всем этим работать, и вы потом можете контролировать этот процесс, если необходимо. Но у самого сервиса ресурсов для создания викторины тестов нет. То есть если вы сюда добавляете тесты, викторины, разные проверочные материалы, то это все будут сторонние сервисы, и если вам нужна статистика, вам придется в этих сервисах ее и получать. Так не получится встроенным вариантом. В общем, для красивого представления какой-то визуальной информации, для текстов, красивого оформления, для старшей школы, наверное, это неплохой вариант для представления каких-то масштабных лекций. Я взяла лекции из 11 класса, вот так как красиво представила. Теперь, к сожалению, что к сожалению. Бесплатная версия довольно-таки ограничена, можно создать только 10 вот таких учебных страниц с материалами. Правда, учебные страницы, они по длине своей не ограничены, можно практически бесконечно создавать, и вам дадут 2 гигабайта свободного пространства для их создания. Но, к сожалению, только 10. Хотя можно, конечно, идти на хитрость, одну страницу редактировать, удалять, вернее, не удалять, а бесконечно редактировать в этом смысле. Но, в общем-то, тоже неплохой сервис, за исключением некоторых нов. Вот этот веселый сервис называется «Класс.Дорджо». Здесь уже информация будет закрытая. Сейчас я вам ссылочку отправлю. Если кому-то интересно, можно походить и присоединиться к классу. Я опять-таки создала учебный класс, такой условный учебный класс. Здесь что нужно? Пройти по ссылке, от вас потребует код. Вот этот код. Правда, его вручную придется впечатывать. Он так вот не хочет копироваться, вставить. Но если кому-то не очень удобно, тогда со скриншотами. Сервис переведен на русский язык сейчас, и в нем стало удобнее работать. Вообще, изначально он англоязычный, как понятно из главной странички. Здесь хорошая идея была взята и очень хорошая реализация. Сервис очень симпатичный. Тут, видите, все очень красиво нарисовано. Анимированные персонажи. Разные аккаунты можно создавать. Он бесплатный, работает с 2011 года. Сервис ориентирован больше даже не на коллекцию учебных материалов, а на обратную связь с учениками и даже с их родителями. Поэтому здесь можно создавать три вида аккаунта. Можно создавать учительский, родительский и ученический. Сейчас более трех с половиной миллионов. Здесь зарегистрировано уже профилей. И он довольно популярен. Один из самых популярных сервисов. И прежде всего ориентирован он на учеников начальной и средней школы. Где-то класса до шестого и седьмого. Здесь очень красивые аватарки, всякие вот эти анимашки. Это очень нравится обычным младшим классам. В чем суть? Суть этого сервиса в том, что создается учебный материал. Ученики принимают участие в работе над ним. И в результате они получают за это определенное количество пейджей. Разные, положительные. Есть и отрицательные, конечно. В пейджике за свою работу начисляются им баллы. Они могут участвовать в рейтингах, просматривать, на каком месте они находятся в классе. Все это можно выводить на экран во время урока, если это в режиме оффлайн. В онлайне они могут в своем личном кабинете это все смотреть. В общем, все здесь очень симпатично и хорошо организовано. Давайте смотреть изнутри теперь. Изначально создаем класс, добавляем к нему учеников. Здесь учеников вы можете добавить лично. Можно не заставлять их регистрироваться, а просто взять списком и их вставить. Каждому присваивается вот такая аватарка смешная. Можно ее потом отредактировать, если она кому-то не понравится. Я условно набросала каких-то учеников в класс. И если вы сейчас по коду туда зайдете, в этот класс, вам нужно себя, условно себя выбрать из этого списка. Там около 10 персонажей я таких создала. Можете к любому из них подключиться, как этот ученик, ну и зайти уже внутрь класса. Далее, после того, как мы создали список учеников, мы начинаем создавать задания. Называются они активности. К сожалению, сервис хотя и переведен на русский, но где-то переведен, а где-то нет. Вот, например, страничка для создания активности почему-то на русский никак переводиться не хотелось. Можно через Google Переводчик, конечно, попробовать. Хотя здесь все несложно. Задаем название активности, инструкцию или вопрос, на который нужно ответить. Если вариант, например, что ученики должны дать ответ на вопрос, то в инструкцию вписывается эта формулировка. Дальше в окошечке справа, в списке, вернее, справа, выбираем вариант, который вы хотите получить в качестве ответа. Называется это Response Type. Можно, чтобы ученики отвечали текстом, и тогда у них будет окошечко для того, чтобы они туда текст впечатывали. Ну, по сути, эссе небольшое написали. Дальше. Можно, чтобы они сняли вам видео с помощью веб-камеры, например. И тогда выбираем формат видеоролика. Фото. Это они должны сделать какую-то фотографию. Ну, например, сделать упражнение по учебнику, по старинке, да, сфотографировать и вам сюда его пристроить. Дроуин – это рисование. То есть не обязательно, что рисование. Ну, например, что-то подчеркнуть, выделить вот в такой формате. Ну, и самый популярный здесь вариант – это рабочий лист. Называется он Worksheet. Это рабочий лист с материалами, которые вы заранее делаете, загружаете внутрь сервиса, а ученики в этом рабочем листе уже работают. Выделяют правильные и неправильные ответы, что-то подчеркивают, что-то впечатывают туда. В общем, это хорошая штука. Чаще всего как раз вот эти варианты выбирают. Ну, как это выглядит? Вот рабочий лист. Это тест, он, кстати, в рабочем классе у меня сейчас висит. Это тест по стихотворению по поэме Алексея Толстого, Василия Шибанова. Это программа шестого класса по литературе. Что здесь? Здесь тест с открытыми и с закрытыми вопросами. Часть вопросов в виде тестов лучше выбрать правильный ответ, а часть вопросов требует краткого ответа. Там два-три слова нужно. Загружаем его внутрь, а ученики получают вот в таком формате этот тест. И с правой, с левой стороны, у них есть инструмент для работы с этим тестом, с этим материалом. Там, где кнопочка Т, это значит, можно впечатывать текст. Ну, вот я впечатала. Можно красненький, можно черным. Цвет тут выбирается тоже. Можно рисовать, вернее, подчеркивать, выбирать правильный ответ. Для этого есть ручка. Такая вот, карандашик. Есть ластик. Если что-то неправильно, можно стереть. Можно отменить. Шаг назад, шаг вперед сделать. Ученик работает с этим тестом. Его можно увеличить на весь экран. Здесь есть кнопочки плюс-минус, если что-то мелковато. Подчеркивает, выделяет правильные и неправильные ответы, например, и далее отправляет учителю на проверку. А учитель в своем личном кабинете, соответственно, все это просматривает и выставляет оценки. Ну, вот этот тест, например, пришел вот в таком формате учителю в личный кабинет. Вот некий Вася Иванов его решил и прислал. Учитель просматривает. Здесь проверка происходит. Вот вручную. И дальше в разделе Write и Comment написать коммент, комментарий. И сюда можно вписать вашу оценку, на которую вы оценили эту работу. И комментарии. Например, разбор ошибок. Какие-то поощрительные слова, если правильно написали. Может быть, какие-то подсказки и так далее. Ну и дальше, чтобы ученик это увидел, нажимаем на кнопку Approve. И он в личном кабинете увидит вот этот комментарий учителя, увидит, что, как его учитель оценил, что он ему написал. В ответ он тоже может, соответственно, написать комментарий. Так можно общаться со своими учениками. Это все очень хорошо напоминает Google Class на самом деле. Далее. Далее самое интересное здесь, чего нет в Google Class и что придумал класс Доджо, они придумали бейджи. Бейджи здесь положительные и отрицательные. После того, как оценили работу Васи, ему нужно начислить за эту работу бейджи. Он эти бейджики у себя увидит, опять-таки, в личном кабинете. Положительные и такие отрицательные, они называются, так очень корректно, требуется работа. Ну, чаще всего мы начисляем баллы, допустим, оценку 5 он получил, и вы хотите ему 5 бейджей начислить. Единственный недостаток, здесь один бейдж – это один балл. То есть, если вы хотите 5 баллов ему выставить, то есть 5 раз придется нажимать на один и тот же бейджик. Ну, например, если он хорошо сделал задачу, выбираем бейдж по задаче, нажимаем 5 раз, у него 5 баллов по этой теме появится. Если он проявил упорство, то можно там добавить ему бейдж за упорство. Если у вас командная работа была, здесь есть возможность делить учеников на группы, то можно за командную работу. В общем, выбираем любые возможные бейджики и начисляем. Не обязательно 5 одинаковых, можно разные. Если он и усердно поработал, и в команде еще и помог кому-то, то можно ему самых разных бейджиков назначить. Дополнительно, вы можете сообщить об этом родителям. Ваше, для этого есть кнопочка «Invite parents» – «Пригласить родителей». Точно так же родителям можно разослать коды, они зарегистрируются и будут получать информацию об успеваемости своего ученика. Это тоже новое, то, чего не было в Google классе. В общем, здесь получается такое многообразное взаимодействие с учениками, с их родителями. И учитель работают, и ученики работают. Дополнительно, у учеников в личном кабинете, если заглянуть в кабинет Ваше, то можно увидеть вот такой формат. У него здесь есть работа. Вернее, не работа, а стартовая страничка, где он может свои материалы подгружать. Можно фотографии, видео добавлять, рисовать, прикреплять разные файлы. И они все будут у него на личной страничке отображаться, как социальная сеть, по сути, такая стена у него есть. Правда, учитель тут будет выступать в роли модераторов. Все подряд загружать здесь не получится. Учитель будет отсматривать материалы и отобрать для публикации. Здесь контроль учителя все равно сохраняется, так или иначе. Все достижения своей Вася может увидеть в разделе «Портфолио». Там можно представить их. И еще есть такая вкладка здесь. Это больше уже для учителя. Называется это «Класс в Стори». Это хорошая штука для создания летописи класса. Летопись класса – это вы сюда создаете объявления, различные сообщения, а дальше к этим сообщениям прикрепляете разные материалы. Если вы, например, провели какое-то мероприятие, у вас есть с него фотографии, вы хотите это запечатлеть, сохранить в памяти учеников, вы сюда пишете текстовое сообщение о том, что произошло какое-то событие, прикрепляете фотографии, может быть, какие-то материалы, видеозапись можно добавить, и все это публикуете. По сути, у вас получается вот такая вот летопись класса, список разных событий, которые с классом происходят. Все это сохраняется внутри сервиса, и все это можно ученикам просматривать, и родителям со всем знакомиться материалами. У вас получается очень симпатичная такая вот работа, внутренняя классная работа. Особенно если классным руководителем работаете, это вообще получается так очень здорово. В общем, здесь можно говорить только о байдных плюсах, тут минусов я практически не увидела никаких. Хотелось бы придраться, но по сути не к чему. Единственное, жаль, что это только для младших работает, для старших антибейтчики уже не так интересно, хотя тут можно и спорить. Код, который я давала, это код электронного класса. Ссылку на регистрацию дала чуть выше, а это код к этому классу, на класс Доджо. Если кому-то интересно, это код для класса. Поскольку класс здесь закрытый, его ссылкой не посмотреть, поэтому, чтобы попасть внутрь, нужно каким-то образом зарегистрироваться. До этого я и дала код. Кстати, приглашение в класс работает только 48 часов, то есть на 2 дня это приглашение работает, потом код меняется. Но, вероятно, это все сделано для защиты персональных данных. Давайте посмотрим русский аналог. Называется этот аналог Core. Сейчас я вам ссылку отправлю. Вот здесь как раз можно по ссылочке посмотреть. Этот материал регистрироваться здесь не придется. В общем, о нем много говорили. Он надел много шума в интернете, много обучалок по нему. Целые тьютеры. Есть видео, как, что здесь работает. В общем-то, неплохой сервис. В общем, он неплохо работает, со своими задачами справляется. Хорошая платформа. Можно поэкспериментировать, попробовать. Здесь как раз вариант без разных бейджев, без вот этой анимации. Здесь обычный хороший курс. Можно организовать для учащихся любого возраста, в том числе и для взрослых, наверное. Проект создан в рамках такой программы, которая называется «Национальная открытая школа». Начало это все развиваться в связи с дистанционным обучением. Здесь можно создавать хорошие интерактивные уроки и получать обратную связь. В общем, все основные компоненты здесь более-менее представлены. Учителю, как обычно, нужно здесь зарегистрироваться, зайти внутрь и начинать создавать курс. Здесь все на русском, поэтому тут даже тьютер вам не нужен для того, чтобы здесь разобраться. В общем, навигация здесь несложная. Изначально можно создать либо урок, либо контрольную работу, либо викторинную олимпиаду. Стандартный набор создавать будем урок, например. Уроки. Здесь есть разные шаблоны. Можно сразу взять шаблон и наполнять его своим содержанием. Тут есть урок диагностики, урок информационный, перевернутый класс, итоговый тест, такие инновационные формы, как я посмотрела тут. Ну, в общем, выбираем то, что необходимо. Можно внутрь заглянуть, посмотреть сначала, как это все выглядит. Если ничего не понравилось, тогда начинаем с нуля. Пустой урок. Ну, вот с него и начнем. Нажмем плюсик. Ну, а дальше, внутрь этого урока, можем добавлять все, что угодно. Любые материалы. Ну, вот такая белая простыка перед нами. Появится конструктор. Слева все кнопочки для добавления разных материалов внутрь этого урока, а с правой стороны для настройки. По кнопкам сразу понятно, что можно добавить внутрь этого урока. Тексты, инструкции какие-то. Например, вы какое-то задание даете, сначала нужна инструкция. Медиафайлы, например, видео с YouTube можно добавить. Изображение. Дальше. Есть хорошая кнопка, называется это упражнение. Это интеграция с сервисом Learning Apps. Я думаю, он в предоставлениях не нуждается. Это сервис для создания разных игровых упражнений и заданий. Он хорошо интегрирован с Core. И они, вернее, Learning Apps сюда внутрь очень хорошо вставляется по ссылке. Даже кода не нужно. Даже по ссылке вы можете любой материал сюда добавить, даже если он не ваш. Даже можно какой-то сторонний материал, если он вам очень понравился. Документы позволяют прикреплять различные документы с вашего компьютера, как сложенные файлы. Это что касается основного наполнения. Информационный блок это называется. Есть блок задания и тесты. Это уже блок для контроля и проверки. Что у нас с заданиями и тестами? Здесь, как видите, много разных вариантов. Здесь можно и обычный тест добавить с выбором одного правильного ответа. Вот сейчас на экране как раз именно такой тест. Можно дать открытый вопрос, когда нужно небольшой какой-то ответ написать, текстом набрать. Классификация. Это когда учащиеся разбирают какие-то понятия по категориям, разносят их. Автопроверка. Это интересный вариант, когда дан вопрос и даны несколько развернутых ответов на этот вопрос. Ученик должен выбрать тот, который больше всего подходит под задачу. Заполни пробелы. Это будет интерактивный диктант, где нужно вставить пропущенные буквы или пропущенные слова. Ну и, наконец, диалоговый тренажер. Это самый сложный вариант создания. Когда у нас это выглядит в виде теста, но в зависимости от ответа ученика этот тест разветвляется. В зависимости от того, какой вариант он выбрал, так и дальше идет развитие сюжета. По сути, вы прописываете тест с несколькими вариантами развития сценария. То есть, если ученик ответил «да», то он переходит к следующему вопросу. Если ученик ответил «нет», то он возвращается на шаг назад либо переходит и к другому вопросу, не такому, как в первом случае. В общем, потребуется время, но вот такой вот древовидный тест. По сути, здесь создатели буквально охватили все, что только возможно. Разные варианты тестов. И все это работает. Все это вы получаете обратную связь. У себя в личном кабинете можете просматривать, проверять и оценивать. Для работы ученикам, конечно же, нужно создать свой аккаунт. И вы их приглашаете к классу, даете им код или ссылку. Они заходят, работают, а вы все это контролируете. Есть дополнительная здесь опция. Вы можете им писать обратную связь, оценивать их, и затем просматривать статистику по каждому ученику. Что, как он работал, с какими заданиями справился, с какими нет. В общем, здесь все очень неплохо, все работает, все хорошо, в общем-то, даже работает. И самое главное, что он бесплатный, этот инструмент. Так что, вот, для тех, кто не очень в ладах с английским языком, можно попробовать Core. Есть много учебных материалов. Я выбрала по каждому сервису небольшую обучалку, либо просто обучалка пошаговая, либо информация подробная по сервису. Так что, если что-то заинтересует, можно потом еще вернуться. На последнем слайде будет список всех обучалок. Давайте дальше пойдем. Изи-класс. О нем много разноречивых отзывов в интернете. Чаще что-то его не очень любят, хотя у него сервис простой. Сервис функциональный, абсолютно бесплатный, без ограничений вообще. Опять я вам дала ссылку на саму стартовую страничку, а это ссылка на класс, который я создала. Но опять-таки, от вас будут просить зарегистрироваться. Так что вы можете пока даже не регистрироваться, просто сохранить себе. Если сервис вас заинтересует, можете посмотреть уже изнутри, как он выглядит. Он англоязычный, как вы видите. Он очень такой минималистичный по оформлению. Тут только стартовая страница, так выглядит. Остальные странички попроще. Ну и здесь все, что нужно. Здесь две кнопочки. Зеленая для учителя, синенькая для ученика, для регистрации, чтобы зайти. Сервис был создан таким международной командой программистов и учителей из Италии, Венгрии и Румынии. Существует несколько языков. Для нас доступен в основном английский. На русский он пока не переведен. Опять-таки, заходим, регистрируемся, создаем класс, получаем код этого класса, рассылаем ученикам приглашение по электронной почте, либо этот код раздаем, и они по коду уже заходят внутрь и тоже регистрируются. Вот так это изнутри выглядит. Называется AdMapest, добавить учеников. Вот это приглашение. Сюда вы вписываете адреса электронной почты. Нажимаете Invite, и приглашение с кодом сразу уходит в электронку. Либо можно это сделать вручную, в зеленой рамочке. Есть код класса. В этот код просто распечатываете, раздаете на уроке, либо каким-то образом другим раздаете ученикам, например, через социальные сети. Рассылаете. Два варианта. После того, как вы пригласили учеников в класс, вот открывается, вы, собственно говоря, уже можете материалы сюда добавлять, даже если еще не пригласили, но материалы уже добавлять можно. Я перевела опять-таки на русский язык, чтобы было попроще. На русский все хорошо перевелось. Здесь теперь стало все понятно. Я уже сказала, дизайн минималистичный. Тут минимум кнопочек, и их довольно просто с ними разобраться. Начинаем по порядку. С левой стороны панель основных кнопок. Стена класса. Это, по сути, как в социальных сетях для объявлений. Сюда можно писать разные обращения к ученикам, какая-то свежая информация здесь будет отображаться, новости, последние события. Сюда можно добавлять свои файлы или добавлять ссылки на разные веб-ресурсы. Все это будет отображаться на стене, и ученики будут получать информацию. Дальше. Следующая кнопка называется «Обсуждение». Я отдельно ее не стала уже скриншотить. Это кнопка для добавления дискуссий. Она по-английски называется «Discution». И, например, если вы хотите добавить обсуждение какой-то проблемы, вписываем в окошечко проблему, а дальше ученики получают уведомление о том, что дискуссия открыта, они заходят, и, как обычно в социальных сетях, они эту проблему обсуждают, оставляют свои комментарии. Тут все очень несложно. Давайте пойдем дальше. Ну, вот дискуссия все-таки заскриншотила. Название, описание дискуссии, дальше, кому вы ее адресуете, своему курсу, ну и дальше к этой дискуссии можно прикрепить еще файлы и загрузить какие-то веб-ресурсы по ссылке, если это необходимо. Какие-то дополнительные материалы, которые помогут ученикам принять участие в этой дискуссии. Но дискуссия не просто такая учебная, предполагается. Дальше. Что касается материалов. Материалы можно загружать со своего компьютера. Их можно даже по папкам разделять. Тут есть кнопочка с папками. Например, я загрузила презентацию, она вот таким образом у меня отразилась. Все файлы, которые вы загрузили, можно найти через кнопку «My Files». Там весь список того, что загружено. Плюс эти файлы можно еще отдельно загрузить в так называемую библиотеку. Чем они отличаются друг от друга. «My Files» – эту кнопку видите только вы. Это скрытые ваши файлы. Если вы хотите их делать доступными для всех, то мы их перемещаем через кнопку «Библиотека». И получается, как хранилище материалов для учеников. Они имеют туда доступ. Все учебные материалы по всем курсам, в общем, все, что вы посчитаете нужным туда добавить, оно все там будет в общем хранилище. Это, наверное, полезная вещь для того, чтобы ученики могли сразу весь массив информации иметь в своем доступе. Вернуться вот она, в самом низу, «Библиотека классов». Вот я имела в виду именно ее. Туда можно загружать, добавлять все материалы, которые вы считаете необходимыми добавить. Далее. Перешли к самому интересному, к заданиям и викторинам. Задания – это кнопка для добавления информационных блоков. Они так перевелись на русские задания. На самом деле они называются по-английски «Assignment». Это материалы, которые вы добавляете конкретно к этому уроку. То есть там могут быть презентации, тексты, изображения, все, что посчитаете необходимы, гиперссылки. Все туда, в задания. Ну а уже, собственно, для проверки нам нужна кнопка «Викторины». Викторин здесь немного, но они основные, и даже их, в принципе, хватает. Ответы верно-неверно. Викторина с выбором правильного ответа. И викторина с кратким ответом на вопрос. Либо это эссе будет, либо просто несколько слов, несколько предложений. Выбираем нужный формат и заполняем конструктор. Конструктор, то есть несложный, но вот такой, например. Это «Multiple Choice». Это викторина с выбором одного ответа из нескольких. Записываем вопрос, варианты ответов. Один отмечаем правильным, точечка из правой стороны. Плюс к вопросу и к ответам, кстати, тоже. Можно добавлять необходимое количество учебных материалов. Ссылки, разные загрузки. Из компьютера и из хранилища «My Files» можно добавлять. Добавить и оттуда тоже. Далее, с правой стороны основные настройки викторины. Сколько баллов можно за нее дать. Начать викторину сразу или, например, запланировать на определенную дату ее. Допустим, дать доступ только на один день. В этом случае придется ее заранее запланировать. Настройки обязательно сохраняем через кнопку «Save Settings». На английском языке все тоже можно перевести на русский и станет попонятнее. Остальные вопросы, они даже еще проще. Так что разобраться тут очень сложно. После того, как вы все материалы добавили в класс, они переходят к ученикам. Они их видят у себя в электронном кабинете и могут с ними работать. В свою очередь, вы получаете статистику по каждому ученику. Можете оценивать их работы каким-то образом и давать обратную связь. В общем, «Easy Class» действительно называется «Easy» простой, потому что здесь действительно все очень просто и минимально. В минимальном количестве. Но для создания класса уже достаточно инструментов. Самое главное, что здесь можно грузить огромное количество материалов, и все это бесплатно. Кто-то подкупает здесь. Ну вот, например, статистика выглядит вот так. То есть вы назначили максимальное количество баллов 100. Допустим, за вектарию даете 30 баллов. Ну и дальше будет список учеников. И напротив каждого ученика будет стоять количество баллов, которые он заработал за то или иное задание. Если у вас в вектарию над выбором правильного и неправильного ответа, то сервис сразу эти баллы начислит. Если у вас открытые вопросы, то придется делать вручную эту работу и выставлять баллы вручную. Ну, в общем, все то же самое, что и в Google Классе. По сути, он действительно похож на Google Класс максимально в формате. Идем дальше. Ну вот, «Class Library» еще раз скажу. Это библиотека, о чем я сказала. Все материалы вы можете из моих файлов переправить сюда. Ну, они могут и там, и там остаться. Библиотека курса. Все материалы со всех уроков можно здесь найти. Если ученик что-то проболел, что-то пропустил, вы всегда его можете отправить в библиотеку, чтобы он там посмотрел нужный ему материал. Идем дальше. Сервис «Эдмода». Он симпатичный, он хорошо работающий, но почему-то студенческий аккаунт сейчас виснет. Я не знаю, временная это проблема. Хотелось бы верить, что временная. Я вам ссылку все равно оставлю на студенческий аккаунт, на ученический. Но почему-то у меня он сегодня при тестировании с утра подвис. И не захотел регистрироваться. Хотя сервис на самом деле очень красивый и интересный. Все равно я о нем расскажу. Надеюсь, что он будет работать дальше нормально. Эдмода. По сути, тоже платформа для создания учебных материалов, похожая на социальную сеть. Здесь можно общаться с учениками очень хорошо. Напоминает класс «Доджоу», если честно. Только без бейджиков. Тут для более старших тоже можно найти, создать класс. Позволяет обмениваться контентом. Можно подключать учеников, можно подключать родителей. Ну и, естественно, учителя здесь могут регистрироваться без исключения. В 2013 году они выиграли приз как лучшее приложение для учителей. Сейчас сеть развивается. Очень много о нем пишут об этом сервисе. В общем, было бы странно о нем ничего не сказать. Давайте посмотрим, как он выглядит изнутри. Класс. Ну вот, для начала, конечно, регистрируемся, создаем класса. Здесь конструктор выглядит вот так. Он на английском, я перевела на русском. Немножко посложнее, чем изи-класс. Ну, тоже, в общем, разобраться несложно. Итак, как всегда, в центре это страница объявлений. Вот есть окошечко «Начните обсуждение», «Добавьте материалы». Это страничка для создания разных материалов в виде объявлений. Опять-таки, можно обращаться к ученикам, можно им что-то советовать, рекомендовать. Сюда можно картинки прикреплять и разные другие материалы, если это необходимо. Внутри класса вы можете сразу добавить студентов. Для этого есть кнопочка. Так, как называется, «Добавить студентов». Можно им разослать приветственный пост, поприветствовать их в своем новом классе. Можно тут же начать создавать и отправлять им задания, викторины. Для этого всего есть соответствующие кнопки. Мне понравилась кнопочка «Создайте». Самая простая. Она позволяет создавать материалы трех типов. Присвоение, викторина и Jump Start Activity. Присвоение, по сути, это учебные материалы, это информационный блок, разные учебные материалы. Викторина – это тест, который проверяет знания. Ну, Jump Start Activity – это что-то новенькое в этом сервисе. Это игровая викторина, которую можно провести в режиме онлайн. В реального времени я это имела в виду. Информационный блок. Здесь все очень минималистично. Даем название материалу, инструкцию, а дальше прикрепляем эти материалы. Они прикрепляются в виде ссылок на веб-ресурсы, либо в виде документов, которые вы сюда подгрузите. Как и в Изи-классе, здесь тоже есть библиотека. Вы можете все файлы сначала загрузить в библиотеку, а затем из библиотеки уже сгрузить сюда. Библиотека доступна только вам. Если в Изи-классе была для учеников, то здесь эта библиотека лично ваша, и вы из нее добываете информацию и сюда прикрепляете. Далее посмотрим на викторины. Какие здесь бывают виды викторин? Здесь их немножко больше, чем в Изи-классе. Здесь тоже есть вопрос «Правда-неправда?» Викторина с выбором одного ответа из нескольких. Short Answer – это короткий ответ на вопрос. Дальше Fill in Blanks – это интерактивный диктаж на заполнении пропуски. Matching – это классификация, найти пару, например. Ну и Multiple Answer – это когда вариантов правильного ответа может быть не один, а несколько. В этом смысле здесь примерно тот же список вопросов, как и в нашем русскоязычном Core. Здесь примерно такое же количество разных видов викторин. Дополнительно каждому вопросу и к ответу можно прикреплять учебные материалы. Это файлы, ссылки или какие-то материалы из библиотеки, если они туда добавлены. Создаем конструктор, заполняем варианты вопросов-ответов, сохраняем. После этого это отправляется уже ученику. Все, информационный блок и наши викторины. Идем дальше. Jump Start Academy – это что-то новое здесь появилось. Это викторина, она игровая. Это больше, конечно, для детской аудитории работает. Викторина, которая напоминает викторины для смартфонов. Может быть, вы пользовались или работали с ними. Кахут, Ковизис, Ковизолайз, Тривенти. Вот такого вида викторины для создания, для игры на смартфонах. Это примерно то же самое, только вставленное внутрь электронного класса. Это новенькое, чего не было ни в одном сервисе. Как это все работает? Вы можете создать здесь викторину, однозначить ее как домашнее задание, чтобы ученики со смартфонов вышли и немножко поиграли. Потому что здесь сама викторина будет представлена в игровой форме. Игровых форматов здесь четыре. На этапе настроек можно выбрать их. Там есть, например, у меня совершенно случайно попался такой формат забег. Там два участника, например, у меня участвуют, две команды, два участника бегут, и перед ними два ответа, два варианта ответа. Выигрывает тот, кто быстрее выберет правильный ответ, как будто бы он до него добежал. И начисляются баллы. Ну, в таком формате это все работает. Для начала создаем вариант викторины. Здесь может быть викторина с выбором одного ответа или нескольких. Викторина найди пару, правда-неправда, и викторина расставь по порядку. Четыре варианта. Выбираем любой, создаем вопросы. В одну викторину могут быть вопросы разных форматов, кстати. И после этого ее запускаем, эту викторину. Вот здесь вот красота такая для младших школьников. Наверное, для средней школы подойдет. Здесь можно как домашнее задание это сделать. Кнопочка «Шеа» для этого есть. А есть кнопочка «Live Challenge» – «Живая игра». Когда вы в классе, прямо внутри, в обычном классе, я имею в виду, не в электронном, в обычном классе вы вводите ее на большой экран и устраиваете вот такое соревнование. Прямо между учениками. То есть здесь не надо дополнительно идти в Кахут, какие-то другие сервисы. Здесь все внутри прямо. И вы всем этим будете управлять. Нажимаем «Live Challenge», настраиваем вид активности, в каком формате, там «Забег» или какой-то другой можно выбрать. Ну и далее настраиваемся. Например, у меня будет командная игра, то есть смартфоны будут не у всех, а у каждой команды по одному смартфону. Допустим, у меня 4 команды, вот они 4, выведены на экран. Ждем, когда все подключатся. Для подключения выдается код, вот он в белой рамке, там M770 и так далее. Это код. Вы его копируете, ученикам раздаете, они заходят по ссылочке, вводят этот код и подсоединяются к игре. Ну вот все это можно вывести на экран, а не с экрана будут код к себе вставлять. Далее, когда все подключились, игра запускается кнопочкой «Старт». Пока она серая и неактивная. Как только все подключатся, она станет активной и можно будет играть. Ну вот, вот этот забег. То есть есть вопрос. На смартфонах выглядит выглядеть примерно вот так. Два участника бегут, например, у меня две команды в итоге получилось. И выбирают один из вариантов ответа. Тут оценивается и быстрота реакции, и правильность ответа. За это все начисляются баллы. Ну и соответственно, кто быстрее добежит до финиша. Принцип работы здесь такой. Там есть не только забеги, там какие-то полеты космических ракет. В общем, можно посмотреть, полюбопытствовать. Там, по-моему, четыре формата разных игровых соревнований. Вот такой элемент новизны можно внести даже в электронные уроки. Далее, как это все выглядит для учителя. Ну, вот, например, таким образом, вернее, не для учителя, а для ученика. Ученик заходит в свой класс и видит, что у него есть несколько материалов для работы, и он с ними работает. Учителю приходит отчет. Сейчас отчет как раз на экране. Название курса, материалы. И дальше написано, что готово к оценке, что уже просмотрено и оценено. Все, что проверено, в разделе проверено будет. То есть, все здесь уже напоминает Google Class. Просматриваете работы, которые сдал ученик, оцениваете его, и дальше все это вручную вносите. Так что, таким образом, вот, можно здесь работать. В общем, неплохой сервис. Хорошо, что он существует. Жаль, что студенческие аккаунты сейчас подвисали. Кстати, можно как родители зарегистрироваться, а почему-то как ученик у меня не получилось, не работает. Да, хорошо, спасибо большое. Кастл Квиз, да, игра по школьной программе для смартфонов. Да, есть такая игра для подготовки КГ. Я сама в нее играла, есть такая. Но там набор вопросов уже готовый, насколько я поняла. Там самостоятельно ничего создать нельзя. Просто в нее играешь и тем самым тренируешься к КГ. Опять возвращаемся к русским вариантам, что ответ русских создателей, русскоязычных сервисов. Сервис Эдуарда. Что о нем сказать? Это сервис для создания чего-то серьезного. В общении себя позиционируют как сервис для создания онлайн-курсов. И такое позиционирование сразу настраивает на серьезный лад. То есть, скорее всего, этот сервис больше ориентирован на высшую школу, нежели на среднюю. Здесь создается действительно такие серьезные работы без всяких бейджиков, без всякого вот такой вот, ну не сказать, что мишуры. Ну, в общем, без особой красоты. Здесь все функционально, все просто. Заходим, регистрируемся, создаем курс. Я вам сейчас отправила ссылки на два курса, созданных в этом формате. Но там нужна регистрация. То есть, нужно зарегистрироваться и зайти внутрь курса. Там интересно, можно походить по вкладочкам, посмотреть. Там уже готовый курс, не как я создавала тестовые какие-то форматы. А действительно уже готовые курсы, можно там внутри посмотреть, походить. Много чего интересного узнать. Как это выглядит? Стиль минимализм приветствуется. Принцип работы какой? Создаем курс. Внутри курса создаем раздел. Внутри раздела подраздел, а внутри уже учебные материалы. То есть, здесь такая многоступенчатая работа. Сразу скажу, что курсов можно создать пять. На каждый курс до 200 слушателей можно записать. Здесь есть техническая поддержка, если что-то пошло не так, можно обратиться. И стандартный набор компонентов. Вот компоненты сейчас на экране. Форум, HTML, задача и видео. Здесь найдется применение всем. Если вы не знакомы с HTML-разметкой, то можно создавать материалы и без нее. Если более-менее с ней знакомы, то есть кнопочка HTML. Там вы можете уже попробовать себя в роли программистов. Что-то такое создать. Но мы по-простому попробуем. Форум по порядку пойдем. Это материалы для обсуждения. По сути, организация дискуссии. Вы создаете тему обсуждения. Учащиеся подключаются и комментируют. Видео. Это добавление видеоматериалов, например, по ссылке из YouTube. В учебную работу. Их особо я не стала уже скриншотить, показывать. Они очень простые. Давайте посмотрим на кнопочку задания. Она, пожалуй, здесь самая интересная. Да, вот форум все-таки забыла. Сказать форум. Вот так он выглядит изнутри. То есть вы создаете тему. Учащиеся присылают сообщения. Вы можете даже оценивать. Получать уведомления от них. В общем, весь этот форум можно модерировать и координировать. Вы за всем этим можете следить. Кстати, внутри курса форумов вы можете несколько тем создать в рамках одного курса. И за всем этим многообразием обсуждений следить. Это все хорошо работает, например, для взрослых. Если у вас онлайн-курсы для взрослых учащихся, вам необходимо наладить обратную связь. Обсуждать какие-то сложные вопросы с ними. Технические, какие-то трудности, возникающие проблемы. Вы можете для этого организовать ветку обсуждений по разным вопросам. И внутри общаться со своими учениками. Там вы можете создать учебный курс бесплатно. Пять учебных курсов здесь можно создать бесплатно абсолютно. По ссылке вы можете его посмотреть сейчас. По этой ссылке. Там нужно зарегистрироваться. А если вы зарегистрируетесь как учитель, можете прямо сейчас приступать к созданию учебного курса. Итак, задание, собственно говоря. Что здесь можно из заданий взять и добавить в учебный материал? Вот я открыла вкладку HTML как раз. Здесь есть две кнопочки для тех, кто не знаком с HTML-разметкой. Это кнопочка «Текст». Откроются просто текстовые редакторы. Можно туда в текст любой вписать. И «Объявление». Это объявление для курса. Как в предыдущих сервисах, это будет то, что отображается на главной странице курса, когда внутрь него заходишь. Вся новая свежая информация и разное обращение к ученикам. Остальные кнопочки, полноэкранный просмотр изображения, HTML-код и масштабируемое изображение. Там вам откроется HTML-разметка. И там нужно уже в этом конкретно разбираться. Я особо не вникала, вернее, я даже не особо в этом разбираюсь. Поэтому вот из этой вкладки HTML я взяла себе на вооружение только тексты и объявления. Остальное уже для более продвинутых пользователей, насколько я поняла. Есть еще встраивание и фрейм. Встроенные объекты. Я эту кнопку не успела потестить, попробовать. Но это код, который можно встроить внутрь своего учебного курса. Например, какая-то встроенная презентация, игра, викторина. Вот в таком формате тоже можно добавить. Идем дальше. Самое интересное здесь викторины разные. Задачи. Они здесь называются, эти задачи. Ну вот пример текста. Вот я взяла как раз текст. Встроила внутрь картинку. Получился вот такой текстовый материал, например. Как говоря. Задачи. Задач здесь много. Здесь вот большой список разных видов опросников и викторин. Здесь можно и с выпадающим списком поработать, и числовой ввод вводить, и выбор варианта с подсказками, и текстовый ввод с подсказками, и числовой, и просто открытый вопрос. Флажки – это викторина с выбором правильных и неправильных ответов. Это даже не все. Это часто встречающиеся задания. А еще есть дополнительные задания. Это уже если вы какие-то специализированные курсы создаете, потому что тут есть с использованием JavaScript, с динамическими подсказками, со взаимным оцениванием. В общем, опять-таки, редактор, подключаются различные конструкторы, электросхем, чего тут только нет. В общем, как я поняла, это сервис для серьезных людей, для серьезных преподавателей, для серьезных курсов. Здесь много всего есть внутри, наверное, очень хорошего, что можно использовать в работе. В общем, здесь можно разные технические курсы создавать очень просто. Как я поняла, не только для гуманитариев, прежде всего для технарии, скорее всего. Ну и далее, обязательно это все нужно опубликовать через кнопочку соответствующую. После этого материалы будут доступны к изучению, и участники могут с ними знакомиться. Вот как раз участники. Приглашаем их по адресу электронной почты. Вы можете сразу список группы внести и сразу всех добавить сюда. Ну и плюс по электронной почте автоматически всех, кого вы добавили сюда в список, им уйдут приглашения. Для подключения к классу. Здесь очень хорошая панель управления преподавателя. Здесь управление участником. Можно кого-то убрать, например, из списка, он еще нет из класса. Удалять и добавлять опять-таки можно. Дальше можно организовать групповую работу. Для этого есть кнопочка группы. Вы можете всех 200 учеников, например, разделить на группы. Каждая будет работать над своей задачей. Кнопка оценки позволяет выставлять и оценивать работы учащихся. Ну и статистику мы берем в разделе показатели. Ну вот, например, я оценки взяла. Здесь можно просматривать оценочный лист для всего класса. Здесь не более чем 200 слушателей. Либо просмотр и прогресс определенного слушателя. Для этого нужно его адрес сюда внести или имя. И откроется список всех его активностей, что он сделал. И можно посмотреть, поанализировать его работу. Так что сервис действительно серьезный. По сути, это такая очень большая образовательная платформа. Здесь можно несколько курсов объединить в один такой большой, многоступенчатый. В общем, даже может быть несколько преподавателей, один большой курс на несколько человек создадут. Каждый будет за свой блог отвечать. В общем, тут хорошая тема для размышления. Он хорошо, в общем-то, работает, только нужно с ним разобраться. От серьезного давайте пойдем к несерьезному. Китам. Мы уже приближаемся к завершению. Я сегодня разговаривала с ним немножко. Сервис китам. В общем-то, сервис без особых изысков, единственное, что он абсолютно бесплатный, позволяет загружать неограниченное количество материалов. Поэтому я к нему и присмотрелась. Опять-таки, вот ссылочка на самый студенческий аккаунт и код, чтобы подключиться к классу. Как это все работает? Снутри сервис англоязычный. Тоже вот такой симпатичный. Здесь все нарисовано изнутри. Вот таким образом подключаемся к классу. Учащиеся создают свой аккаунт, переходят по этой ссылочке, которая, шаг один, степ один. Дальше вводят код класса, свой адрес, электронные почты, имя и дальше присоединяются. Либо можно разослать сразу приглашение по адресу электронной почты. Тут два варианта развития событий. Дальше внутри класса создаем учебные материалы, как обычно, и добавляем разные вопросы и задания. Все очень похоже. Стартовая страница для объявлений. Сюда вписываем объявления, прикрепляем к ним картинки, видео, различные звуковые файлы и прикрепляемые объекты. Например, документы с компьютера сюда можно загрузить. По сути, эта же страничка, она не только для объявлений, она и для учебных материалов. Тут два в одном. Если во всех остальных сервисах были отдельно объявления, отдельно учебные материалы, то здесь и объявление, и он же учебный материал. Здесь сократили, в общем, количество вкладок. Вторая вкладка, таймлайн, это как раз задание. Тут почему-то они так своеобразно названы. В таймлайне можно создать просто обычную активность. Например, просто какой-то видеоролик прикрепить без каких-то дополнительных заданий к нему. Просто посмотрите видеоролик и все. Либо просто почитайте какие-то материалы. Называется это хоумбек. Если мы хотим тест, викторину, то для этого другая кнопочка называется «Квиз» или «Тест». Выбираем ее. Давайте с квизом с тестом посмотрим, как это выглядит. Здесь много разных форматов для создания квиза. Здесь и открытые вопросы, и закрытые, и видеовикторина, и с одним вариантом ответа, и с несколькими правильными вариантами ответа, и заполнить пропуски можно. В общем, здесь получается около семи заданий самых разных можно создавать. Плюс к каждому заданию прикрепляем, вернее, можно прикрепить картинки, не встраиваемые объекты, а какие-то материалы из Google Drive сюда добавить, либо прикрепить с компьютера. Заполняем конструктор, вносим варианты ответов, отмечаем правильные и неправильные, и все это сохраняем, и все это уходит тут же в наш класс, который мы создали. Все это делается во вкладке, которая называется Timeline. Ну, по сути, вот и в итоге тест должен выглядеть так. Вопрос, варианты ответов. Довольно просто, ну и симпатично более-менее. Далее рассылаем это все ученикам. У учеников он будет выглядеть вот так. Они здесь выбирают правильный ответ, щелкают мышкой по ABCD, вот по этим кнопочкам. А как только они выбрали кнопку, она окрасится в синий цвет. Ну и дальше нажимают на кнопку Submit, подтвердить. И тогда это все уходит тут же на проверку преподавателя. Дополнительно внизу есть окошечко, здесь можно писать комментарий. Если ученик что-то не понял, он может отправить учителю комментарий, задать ему какой-то вопрос. И дополнительно к своему комментарию прикрепить картинку, видео, какой-то файл прикрепить, голосовую озвучку и так далее. Ну и еще два сервиса, о них уже покороче. Сервис CISO, платформа образовательная, которая помогает создавать профили ученикам и учителям и организовывать обучение на основе электронных уроков. Опять-таки сейчас отправлю ссылочку на этот класс. Это тоже на студенческий аккаунт ссылка. И следующим я код отправлю. Если вас заинтересует этот сервис, можно тоже посмотреть, как это выглядит изнутри. Здесь тоже сервис без особых изысков. Опять-таки для простоты я его перевела на русский, чтобы было понятнее, что есть что. Вот с правой стороны у меня окошечко с несколькими вкладками. Журнал, мероприятия, входящие навыки. Первые три вкладки самые интересные. Журнал, это как раз, ну понятно, это для того, чтобы добавлять студентов в класс. Как раз есть кнопочка студенты внизу. И дополнительно можно родителей приглашать. Для этого есть кнопка семьи. Приглашение по адресу электронной почты рассылаем. Здесь в классе вы можете просматривать активности своих учеников, их достижения и так далее. Далее по вкладкам пойдем. Ну вот приглашение таким образом осуществляется. Вы можете, вернее не приглашение, а объявление. Объявление находится во вкладке входящие. Объявления, как и во всех предыдущих сервисах, какие-то обращения. Можно обращаться ко всем, можно обращаться к их семьям и одновременно к их семьям и к ученикам. Далее сюда мы вписываем какой-то текст и дополнительно можем дополнительные ресурсы еще какие-то прикрепить. Например, картинки, какие-то файлы прикрепить к этому объявлению и так далее. Это вкладка входящая. Что можно прикреплять к объявлению? Вот то, о чем я говорила. Гиперссылку, аудиозапись, например, какой-то голосовой комментарий, по сути, как голосовое сообщение. И разные загружаемые файлы. Здесь грузятся файлы с Google Диска. Видео можно загрузить и фотографию можно добавить. Дополнительно можно, например, сделать фотографию и видео, но это будет с вашей веб-камеры. То есть это не картинки подгружать и не видео загружать, это с веб-камерой информация. Ну и дополнительно можно что-то нарисовать, подчеркнуть и так далее. Вот все это, весь этот вид контента, он прикрепляется к объявлению. Далее. После того, как мы создали объявление, добавили учеников, можно создать занятия. Это все будет уже во вкладке с активностями, с мероприятиями. Если перевести на русский, они будут называться мероприятием. Создаем новое задание через плюсик, вернее новое занятие через плюсик. И дальше приступаем уже к конструированию. Как это все конструируется? Здесь основа урока рабочий лист. То есть это какое-то задание, которое вы заранее сделали, и сюда его подгружаете. Например, это лист в формате PDF. Вот у меня был тест по творчеству Сергея Есенина в формате PDF, я его сделала. И мы его загружаем сюда внутрь. Их можно загрузить в несколько таких интерактивных листов. Задача ученика – ответить на вопросы в этом рабочем листе. То есть подчеркнуть правильный и неправильный ответ, и, может быть, что-то вписать, добавить. Как правило, это тесты с выборами ответа. В распоряжении ученика будут кнопочки для добавления текста, для рисования и для того, чтобы голосовой комментарий добавить. Это пока панель учителя. Вы в этом рабочем листе можете и сами что-то нарисовать и дописать, например. Отметить какие-то важные вопросы для вас. Ну, а можно просто закачать и тут же отправить. Зеленая кнопочка вверху с галочкой означает, что лист можно уже отправлять на работу ученику. Ученик получает этот лист, открывает его, начинает работать, подчеркивает правильный и неправильный ответ. Его можно весь экран развернуть и сделать покрупнее, чтобы все прочитать внимательно. Ну и далее, может внизу написать комментарий, если что-то не понял. Сохраняет и отправляет на проверку. Что еще может сделать ученик, кроме того, чтобы поработать с заданиями, предложенными учителем? Он может на своей стене, в своем профиле тоже создавать материалы разнообразные. Может загружать файлы, писать тексты, рисовать, загружать картинки, видео и гиперссылки добавлять. По сути, это будет как его личное хранилище разных материалов. Например, портфолио может свое собственное создать, какие-то свои созданные работы туда загрузить. Например, он написал какие-то доклады, сообщения. Почему бы не добавить это в свое портфолио? Называется эта кнопочка «Пост ее век» – добавить свою работу, опубликовать. Ну, пожалуй, об этом сервисе все. Он тоже довольно простой, хотя и на английском языке. Ну и последний из онлайн-платформ – это сервис «София». София Леонид, на нем вообще мало кто говорит. Я вам ссылочку дам на него. Вернее, две даже ссылочки. Первый урок на английском языке, пишем письмо другу. Второй – это то, что я попробовала урок по книге «Сент-Экзюпери. Маленький принц». Он работает очень давно. Я обучалку писала еще в 2017 году, и он с тех пор вообще не изменился. Просто стандартная работающая платформа для создания учебных курсов. Создавалась еще тогда, когда о дистанционном обучении даже никто и не думал, и не говорил. Опять-таки, здесь есть два профиля для учителя и для ученика. Учитель создает курсы, называются они «Группы». Внутри группы он может создавать уже учебные уроки. Выбираем раздел «Группы». Вверху меню такое серое. Выбираем кнопку «Create Group». Создаем группу и переходим. Вот у меня уже один класс создан. Внутри курса можем создавать уроки. Вот «Create Tutorial». Туториалы они называются. Создаем урок. К нему можно добавлять разные виды контента здесь. Давайте посмотрим, что. Контент самый разнообразный. Здесь очень много, что можно встроить внутрь урока. Тексты, видео, слайд-шоу, аудио, записи PDF-файлы пригрузить и встраиваемые объекты. Поэтому, как вы понимаете, мимо Софии я пройти не могла, потому что она поддерживает почти все известные форматы. И это внутрь одного урока все можно встраивать по порядку. Получается, опять-таки, похоже на лист учебника, только такой лист мультимедийный. Когда идут тексты в перемешку с картинками и другими мультимедиа-объектами. Таким образом, можно весь урок представить. Подходит для любой аудитории, для старшей школы, для помладшей, для взрослых, наверное, тоже хорошо работает. Конструктор здесь очень простой. Например, конструктор викторин. Можно добавить викторину, встраиваемую, из другого сервиса. Можно прямо внутри самой Софии создать такую викторинку. Она будет очень небольшая, из трех вопросов. Добавляем вопрос нажатием кнопочки «плюс». Дальше нам нужен сам вопрос, варианты ответа на него и правильно отвечаем галочкой. София предлагает тестирование такое итоговое. То есть сначала нужно изучить все материалы, а затем ответить на вопросы этого теста. То есть подтвердить, что вы с материалами знакомы. К сожалению, вопросов тут только три, но зато вы можете встроить все любые другие викторины из других сервисов, если это необходимо. Вот таким образом, дополнительно, например, я создала какую-то группу, создала там урок. И все это сохранила в личном кабинете. У меня появился код от класса, его рассылаем ученикам. И можно приглашать их еще и по электронной почте. В каждом классе есть стена для объявлений, туда можно вписывать объявления и публиковать их. Причем публиковать и комментировать может не только учитель, но и ученики тоже имеют доступ. Таким образом происходит общение между учениками. Ну и в красную рамочку я вынесла статистику. Это статистика по группе, как работает весь класс, а статистика по отдельным учащимся. То есть дополнительно вы можете отслеживать, как они отвечали, например, на вопросы викторины, с какими материалами познакомились и тому подобная статистика. Все это бесплатно, сервис работает бесплатно и стабильно. Поэтому тоже можно к нему присмотреться. Ну вот как раз статистика выглядит так. Список учащихся, сколько пройдено тестов, сколько времени они оставили на сайте, результаты всего класса и отдельного ученика. Тут все очень просто и функционально. Ну и в заключении, раз уж я в аннотации заявила о том, что такое интерактивные рабочие листы, несколько слов и о них тоже. Есть онлайн-платформы для создания тоже учебных материалов, но они не для электронных уроков, а просто действительно для создания учебных материалов, так называемых интерактивных рабочих листов. Что это такое? Вы загружаете какой-то свой готовый материал, например, и делаете его интерактивным. То есть с ним можно будет работать в режиме онлайн. Либо этот лист вы можете создавать с нуля, из блоков. Вот я два формата как раз вам и покажу. Например, у вас есть готовый опросник, ну тест, например. Вот у меня была проверочная работа по роману Тостоевского преступления и наказания. Она у меня загружена в формате PDF. Между вопросами небольшие пропуски были сделаны. Это было сделано специально. Потому что сервис Live Worksheets, он позволяет создавать на основе вот таких PDF документов интерактивный опросник. То есть вот это вот окошечко можно добавить и получится интерактив. В это окошечко ученик в режиме онлайн может будет вписывать свои ответы. Вот я вам много ссылочек в чат отправила на разные интерактивные рабочие листы разной степени сложности. Вот сейчас на экране у меня самый простой вариант. То есть есть вопросы, к ним добавляем окошечко, куда участники будут вписывать ответы. Можно тест вписать, где участники будут отмечать правильные и неправильные ответы. Напротив всех вариантов, тоже маленькие окошечки, они туда будут вырисовывать, например, галочки. Таким образом. Сейчас этот сервис развивается, сейчас сюда можно добавить видеоролики, встроить, можно аудио добавить и разные виды опросников. Например, викторины не только с выбором правильного и неправильного, но, например, найди пару, сделай классификацию, раздели на две категории, на два столбика, например. В общем, сервис довольно симпатичный стал, в нем стало приятно работать. До этого он был очень простенький, а сейчас стал более развиваться. Правда, не такой прямо красочный, но можно попробовать с ним сделать интерактивные рабочие листы. Тут классы создавать не обязательно, вы можете ими делиться по ссылке, но, если хотите, можно и класс тоже создать. И еще один сервис, визор, тоже для создания интерактивных рабочих листов, но принцип здесь работает другой. Они создаются в виде блоков, прямо с нуля. Выбираете шаблончик для оформления, а дальше блоками добавляете разные виды заданий. Сюда можно добавить видео, встроенные объекты, дискуссии, разные инструменты есть для рисования, то есть в качестве ответа на вопрос будет рисунок, например. Разные виды викторины, викторин, картинки, таблицы, игры, найди пару, расставь по порядку и так далее. Как видите, блоков здесь очень много. Принцип работы очень простой. Выбираете блок, его заполняете, и он тут же отображается на рабочем листе. Рабочий лист вы можете сохранить в классе, создать этот класс и приглашать сюда учеников, а можете просто ссылкой рассылать эти рабочие листы учащимся, чтобы они с ними работали, как для самопроверки, либо можете встроить его на страницу сайта и блока. И вот таким образом с ними и работать. По сути, снаружи будет так выглядеть, например, на классификацию задания, на создание таблиц и так далее. Вот таким образом и работает этот сервис Vizor.me. Подскажите, пожалуйста, сервис для тестирования, в котором есть таймеры. Ограничение по времени в целом для всего теста, так и для отдельных вопросов. Ой, про тестирование – это надо отдельную тему посмотреть по поводу таймера. Так вот сходу я вам прямо подсказать сейчас не смогу, потому что я сегодня на электронных уроках больше задействована. Здесь внутри электронных уроков таких таймеров не предусмотрено для тестирования. Можно посмотреть уже конкретно по сервисам для тестов. Я подумаю над этим вопросом. Если вы мне пришлете потом адрес своей электронной почты, я, если найду ответ, я вам отвечу. Насчет таймеров. Сейчас вот сходу прямо я вот не готова. Насчет таймеров работы. Я знаю, что таймеры есть в тестах, которые работают с мобильных устройств. То есть векторины с использованием смартфонов. Там есть таймер, вы можете настроить, и учащиеся заходят со смартфонов и играют с таймером. Вот эти вот сервисы, которые я называла Кахут, Квизис, Тривенти, у них у всех есть таймеры. Вы можете их там выставить, и учащиеся могут с ними работать. Кстати, у этих сервисов, кроме Тривенти, появилась опция «Домашнее задание». Там не обязательно это в классе, все делать можно и дома. Так что вот, пожалуй, сейчас я готова вам сказать только вот об этих сервисах. Кахут, Квизис, Тривенти, Квизолайз. Четыре я точно знаю, там есть таймеры. Это для создания викторин. Просто нужно уже более конкретно посмотреть. Кому интересно, я проводила вебинар в прошлом году, назывался он «Сервисы для создания мобильных викторин». Вот там более подробно об этих сервисах я и рассказывала. «Все описанные веб-сайты сохраняют загруженные материалы на своем внешнем ресурсе. Если возможность, оформите возможность авторства загруженных материалов. Согласен на публикацию, как в Google Class». Тоже сложный вопрос. Возможность автора. Но вы можете подписать, конечно, все материалы. Если вы какие-то авторские загружаете, вы можете их подписывать. Каким-то образом добавлять текстовые блоки в ваши электронные уроки и подписывать свое авторство. Допустим, урок ваш. Но в большинстве сервисов классы закрытые, и доступ будут получать только те, у кого будет код. Поэтому там и будет прописано, что авторство ваше. Вы везде будете проходить как автор. Ученики, как только будут заходить на сайт, они сразу будут видеть, что этот класс принадлежит вам. Авторство будет автоматически. Так что там, мне кажется, вопрос с авторством – это все достаточно решаемый вопрос. Может, я только вопрос неправильно поняла, но вот как смогла, так ответила. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Ко мне, может быть, что-то осталось непонятным, либо хотите что-то уточнить. Как я и обещала, вот список обучалок. Как всегда, может быть, вам что-то уже приглянулось, вы хотите попробовать. Вот, пожалуйста, на последнем слайде актуальные обучалки на сегодняшний момент по всем сервисам, о которых я говорила. Можно поэкспериментировать, попробовать. И, может быть, надеюсь, у нас что-то с вами получится. Конечно, есть такая версия, что от добра, от добра не ищут. Есть Google Class, зачем еще что-то другое. Ну, мало ли, вдруг нам это все пригодится. Так что в методическую копилку, я думаю, информация будет, надеюсь, что она будет вам полезна. Ну, я тогда буду на этом заканчивать свой рассказ. До встречи уже в новом учебном, не учебном, а вообще в новом году. С Новым годом вас поздравляю. Всего вам хорошего. Творческих вам успехов, освоений и коты премудрости. А мы увидимся, наверное, в январе. Написали в блог. Хорошо, я почитаю. Спасибо вам большое.